Добрый день! Вас приветствует команда Веда Пульс. И продолжаем изучать меридианы. И сегодня будем рассматривать восьмой меридиан, канал Почек. Так, поставьте в чат по десятибальной шкале, как меня слышно. Жду ваших ответов. Замечательно, меня хорошо слышно. И давайте изучать канал Почек. По традиции мы разберем следующие темы. Это основные характеристики, проекционные зоны и функциональное применение канала Почек. Разберем точки силы на этой энергетической системе. И в завершение будет методика прохождения канала Почек. Канал Почек по-китайски называется Цзу Шаоин Шэнь Цзин. Цзу обозначает, что это ножной канал. Он начинается на нижней конечности. Шаоинь – это энергетическая ось, минимальная концентрация инь. Дословно переводится как сниженный инь. Но здесь происходит такая игра слов, что для инь самое низкое положение – это самое сильное положение. И можно рассматривать как Шаоинь – самый нижний, самый глубокий, то есть самый иньский. И здесь получается тот же эффект, как с отрицательной температурой. То есть значение меньше в минус, но холодней. Так и с каналами Шаоинь. Она находится, эта энергетическая ось, ниже всех, но это не значит, что инь там меньше всего. Получается с точностью до наоборот, что самая глубокая, самая нижняя энергетическая ось – она самая иньская. И на этот момент надо обращать внимание и помнить об нем. Термин Шэнь в данном случае обозначает сами почки. Эдзин – это энергетическая система, по которой течет энергия. И посмотрите, как формируется энергетическая ось – Шаоинь. Образуются шесть гармоний, люхая по-китайски, где Шаоинь занимает самую глубокую нижнюю позицию. И система Шаоинь связывает почки и сердце. Именно эти два меридиана, их органы, отвечают за иньская составляющая, за сам центр энергетики и сути человека. Мы сегодня будем разбирать почки. Канал «Сердце» мы с вами уже разобрали. Вспоминайте об нем всю информацию. Почки хранят наследственную энергию. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. То есть то, что передали нам мама с папой. И эта наследственная энергия, она нужна для нашей жизнедеятельности. А от того, как мы будем жить, наша жизнь зависит от сердца. И зависит она от сердца не только на физическом уровне, но на эмоциональном уровне. То есть сердцем связаны все наши эмоции. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что когда человек находится в возбужденном эмоциональном состоянии, у него усиливается, ускоряется ритм сердца. Когда человек более спокойный, то у него и частота сердечных сокращений намного ниже. И раз вы все любите и работаете с ведопульсом, вы знаете, как много информации заложено в работе сердца. А на духовном уровне в сердце хранится дух шень. По звучанию шень дух и шень почки на русском практически на слух одинаково звучат, но они изображаются разными иероглифами. Это разные шень, но они, конечно же, взаимосвязаны. И вот этот вот дух шень, он позволяет настроиться нам на жизнь, давать различные жизненные установки, вырабатывать силу воли и делать много-много интересных вещей. Об этом мы с вами, ну, не со всеми, но со многими, кто тут присутствует, поговорим на вебинаре, посвященному интеллекту, в цикле вебинаров, как я усиливаю свою энергию, где мои отцы. Потому что я вижу часть из участников сегодняшнего вебинара, это участники этого проекта. И таким образом сердце, оно работает на всех трех уровнях, и материальном, и эмоциональном, и духовном, интеллектуальном уровне. Ну, а без наших папой с мамой это будет невозможно, и было бы невозможно наше появление. И вот эта информация, которая пришла к нам от родителей, она взаимосвязана и хранится, и регулируется через канал почек. По системе УСИН канал почек относится к элементу вода, то есть это самый иньский элемент, и почки – это иньский орган, относится к инь. Таким образом, почки – это инь в инь. По системе Аюрведа канал почек относится к категории вата, и его активность наблюдается с 17 до 19 часов. Именно эта граница является той границей, когда мы накапливаем жидкости, и почки могут хорошо вывести всю жидкость на физическом уровне. Если у кого-то из вас есть такая особенность, что если вечером вы выпили побольше жидкости, и наутро у вас наблюдаются отеки на лице, либо на нижних конечностях, то это говорит о зашлакованности почек на физическом уровне. И это происходит из-за простой вещи, что почки после максимума своей активности с 17 до 19 часов, они отдыхают. А зашлакованным почкам, забитыми различными метаболитами, и, так скажем, веществами, которые не перевариваются, но поступают к нам в основном с продуктами питания, это я имею в виду консерванты, красители, усилители вкуса, все это выводится в том числе почками. Это все забивает интерстицию почек, и не позволяет им работать хорошенько. И вследствие вот этой забитости, почки нуждаются в дополнительном отдыхе. И поэтому они не справляются с своей основной физической работой, не выводят жидкости. Эта жидкость равномерно распределяется по всему организму и может проявляться на утро в виде отеков. Если вы у себя наблюдаете такой симптом, значит, ваши почки зашлакованы, вы потребляете много ненужных балластных веществ, как их иногда называют кулинарный, либо гастрономический мусор. Эти вещества ухудшают работу ваших систем очищения. Это относится не только к почкам, это относится также к печени и к лимфатической системе. И чтобы этого избежать, ну, конечно, самое простое, это не кушать этот гастрономический мусор, а второй момент употреблять побольше жидкости. Минимум жидкости, которая нужна для физиологии человека, это 30 мл на каждый килограмм массы тела, и 75% от этого объема должна составлять именно обыкновенная вода. И набранная, ну, и набранная и выпитая желательно в течение суток. Тогда вы будете хорошенечко прочищать организм, промывать его, и почки ваши начнут работать лучше. Если вы видите этот эффект зашлакованности, то вам не надо ограничивать жидкость. Вам надо соблюдать свой водный баланс, но сдвинуть прием жидкости до времени максимального активности канала почек. То есть, выпивать 90% жидкости и воды до 18 часов по местному времени. Это вот такая практическая рекомендация для вас всех. Основные характеристики канала почек. Китайцы называют почкой основой организма и называют еще почкой прежденебесной основой организма. Это основано на такой терминологии, то есть то, что мы видим сейчас, это текущее небо, а прежденебесное небо – это состояние плода. То есть, уже есть какая-то основа организма, но человек еще ни разу физически не видел небо. В момент рождения ребенок рождается, и он способен увидеть небо. И вот все, что было до рождения, называется термин прежденебесное состояние. То, что после рождения – посленебесное состояние. То есть, после того, как человек увидел небо. То есть, после того, как человек родился. Ну, китайцы-мастера на различные вот такие термины, иногда, когда первый раз с ними сталкиваешься, не всегда можно понять, что они имели в виду. Ну, постепенно находишь эту информацию, либо тебе разъясняют учителя. И в почках хранится наследственная энергия. По-китайски она называется юань. И на каждом канале есть точка юань, через которую энергия, которая хранится в почках, расходуется на нужды каждой энергетической системы, на нужды каждого меридиана. Это такой своеобразный катализатор для всех биохимических и физических и энергетических реакций организма. Но, к сожалению, это начало с каждым использованием становится все меньше и меньше и меньше. Некоторые утверждают, что энергию юань можно восполнить. Другие говорят, что восполнить ее нельзя, можно только экономно расходовать. Экономное расходование энергии юань, оно заключается в том, чтобы употреблять и находиться в каких-то экологически чистых условиях. Только естественные живые продукты питания, хорошая окружающая атмосфера и положительные эмоции, направленные с добротой, благостью и любовью, они не вынуждают организм расходовать в большом количестве вот эту энергию юань. И она потихонечку расходуется и отвечает за мощь телосложения нашего тела. С помощью нее мы обретаем и проявляем различные умения в разных сферах своей жизни. И также от нее зависит сила воли и наша память, ясность нашего мышления. И вот этот разум, он, так скажем, является аналитическим. В китайской традиции есть два ума. Один эмоциональный ум называется синь, и другой, ну, так скажем, разумный ум называется шень. Они исходят из почек, а живут в сердце, но проявляются через нашу голову. И эмоциональный разум, он нас подталкивает к действию, он нас выводит из-за торможенности, он дает нам креативность и прочего, прочего. Но это та белая обезьяна, которую мастера цигун и медитации пытаются успокоить, потому что это как расшалившийся маленький ребенок. Если он начал что-то делать, ему сложно остановиться. И второй разум, шень, он как раз помогает взглянуть на проблему со стороны, увидеть весь вопрос целиком, разобраться в каких-то тонкостях. Это наш анализ. И от того, как взаимодействуют между собой синий шень, зависит наш темперамент, зависит наш тип мышления, зависит наша эмоциональность и очень многие другие моменты. Почки также производят и управляют субстанцией дзин, необходимой для продолжения рода, роста и развития, для половой функции и также для крепости костной ткани. Дзин обеспечивает жизнедеятельность всех органов и систем. У мужчин дзин имеет физическое проявление. Это сперма. Но это физическое именно проявление. У женщин как такового физического проявления дзин нет. Но есть энергетическое проявление дзин, потому что это начало есть не только в семенной жидкости, но это есть у мужчин и у женщин в каждой клеточке, в каждой ткани. И вот эта тонкая система дзин, она обеспечивает тягу к жизни, тягу к дальнейшему воспроизводству, к росту и развитию, и чтобы любая ткань и система была крепкая и жизнеспособная. Когда вот эти качества присутствуют, говорят о том, что орган либо система наполнен дзин. То есть каких-то аналогов в европейской медицине по этому поводу не существует. Здесь можно только принимать китайские объяснения, что такое дзин. Ну и наиболее часто сталкиваются в клинической практике с недостаточностью дзин. Это при различных мочеполовых расстройствах и при нарушении крепости костной ткани, при остеопорозах. Канал почек в целом влияет, ну, так как он содержит врожденную энергию, то влияет на все ткани. Но на разные ткани влияет немного по-разному. Первой тканью, которая непосредственно относится к почкам, это является костная ткань, суставы нижних конечностей, почки, как физический орган. Так как почки – это самый инский орган, то он обладает функцией охлаждать тепло. Данная система воздействует на пищеварительную, репродуктивную, мочевыделительную, дыхательную, нервную, эндокринную и иммунные системы. И отвечает также за состояние костного мозга. И опять же, под термином «костный мозг» на Востоке и в Европе понимаются немного разные вещи. У китайцев такой, на самом деле, наверное, более практичный подход. Они костным мозгом называют все то, что содержится в костях. То есть, с европейской точки зрения, китайскому костному мозгу соответствует непосредственно европейский костный мозг, отвечающий за иммунитет и развитие крови. И также отвечает головной мозг. Ведь вы же не будете спорить, что головной мозг, он находится в кости. И китайцы термином «костный мозг» обозначают как центральную нервную систему, так и периферическую нервную систему, потому что она происходит из костей. Тонкое строение, в том числе и головного мозга, китайцам было известно. Но они это называли очень такими непонятными терминами. И в основном эти термины ассоциировались с окружающей средой либо с какими-то мифическими персонажами. Ну там, какие названия, там, нефритовый чертог, там, алмазный столб и прочее, прочее. То есть, только недавно анализ вот этих всех нюансов позволил понять, что за терминами, которые напрямую как бы не относятся к телу, они были описаны в различных таких даосских практиках, очень продвинутого уровня подразумевается не какая-то аллегория, а подразумевается конкретное место в теле человека, на которое происходило в том числе медитативное внимание человека. То есть, люди концентрировали свое внимание на определенных образах, но они прекрасно понимали, где это находится в теле человека. И только при личной передаче этой информации адепту раскрывалось, где он должен был концентрироваться. Но вот эти названия, они были записаны в доступных трактатах. И так как эти названия имели в том числе астрономическое хождение, то возникала непонятность, о чем говорят специалисты, там, цигун, дауской алхимии в каждый конкретный момент времени. Потому что этим же термином китайцы могли называть и определенный временной промежуток, определенное географическое направление, ну и в том числе определенную часть тела и очень тонкую структуру, связанную с нервной системой. Все эти нюансы затрудняли понятие многих гаусских практик. Канал почек открывается в ухо. То есть то, как мы слышим, зависит от этой системы. Зеркалом канала являются волосы на голове и крепость наших костей. Вкус, соответствующий данной системе, соленый. Эмоции, через которых можно воздействовать как в положительную, так и в отрицательную сторону на канал почек, это состояние страха и бесстрашия, и также внутренняя тревога, то есть тревога без какой-то конкретной причины. Это то состояние, когда вот люди говорят, «Я чувствую, случится что-то плохое». Это говорит о том, что есть определенный дисбаланс в энергии почек. И этот дисбаланс может проявляться либо на количественном уровне, то есть вы можете это увидеть по меридиональной раскладке, либо это может быть выражено на качественном уровне. Ну, кто у нас давно с нами и участвует в продвинутых вебинарах, те прекрасно знают, как это посчитать буквально за пару минут. Вот это качественный дисбаланс. К психическим проявлениям со стороны почек относятся также мудрость, воля, крепость духа, состояние любви, открытости и коммуникативность. То есть все состояния, когда мы общаемся с окружающим миром без какой-то причины. Мы просто взаимодействуем с миром, потому что мы являемся частью мира, и мир является частью нас. И мы не делаем разницы и не выстраиваем границ. Вот это вот такое психоэмоциональное состояние наиболее лучшим образом восстанавливает работу почек и не позволяет быстрому расходованию энергии юань. Это вот основные характеристики канала почек. Такой общий глобальный взгляд на эту систему. И сейчас мы с вами переходим к точкам силы канала почек. Самым-самым главным. Управляющим структурам, находящимся либо на канале почек, либо как шу-эмо точки, находящиеся на других каналах. И вначале мы разберем точки пяти элементов. Первая точка, она относится к элементу дерева. И в отличие от всех других точек, она находится не на кончиках пальцев, а на стопе. Вторая точка относится к элементу огня. Третья точка к элементу земля. И она же является точкой юань. То есть самой главной юань-точкой, которая не только получает для системы почек вот эту прародительскую энергию, но и также помогает распределить энергию юань во все другие каналы и меридианы. К элементу металл относится седьмая биологическая активная точка. К воде относится десятая биологически активная точка. Точка щель, противоболевая, снимающая внутреннюю блокаду движения ЦИ в канале почек, относится пятая точка. Точка Ло, связанная с юань-точкой мочевого пузыря, это четвертая биологическая активная точка. И точки Мо и Шу, управляющие точки, по Ян и Инь, составляющей данного меридиана, это точки ВВ-25 и В-23. И сейчас разберем расположение этих биологически активных точек по очереди и рассмотрим их самые интересные эффекты. Более подробно об эффекте точек вы всегда можете посмотреть в атласе вида пульса и в описании биологически активных точек, которые есть во вкладке рефлексотерапия, либо во вкладке биоритмология. Итак, первая биологически активная точка канала почек, называется юньцуань, бурлящий родник, относится к элементу дерева, и элемент дерева уменьшает энергию в почках, охлаждает ее, замедляет, делает более спокойной. И точка Р1 является точкой пяти врат. К пяти вратам относятся те биологически активные точки, через которых мы очень мощно, очень сильно связываемся с окружающей средой. И точки пяти врат должны работать постоянно. Это точка юньцуань на подошве и точка Лаоугун на кисти. Ее мы будем с вами рассматривать, когда дойдем до канала Перикарда. Точку юньцуань достаточно легко найти, но для этого надо посмотреть на свою собственную подошву. То есть сесть нога на ногу, и таким образом, чтобы стопа смотрела на вас. Вы смотрите на свою стопу, сжимаете пальчики, и на стопе, в верхней ее части, появится небольшая ямочка. Эта ямочка появляется у всех людей. В этой ямочке и находится эта биологически активная точка. Она обеспечивает контакт с энергией Земли, соединяет нас с земной энергией, и она работает в обе стороны. Вспомните, на самых первых вебинарах я рассказывал легенду о Паньгу, о том, что мы, как потомки Паньгу, должны связывать разрушенную гармонию неба и земли. Таким образом, через Юн Цуань мы получаем земную энергию, и она дальше идет к небу, поднимается вверх. А небесная энергия, опускающая вниз, должна выйти к земле, соединить небо и землю. И это соединение как раз происходит через точку Юн Цуань. И очень благоприятно, чтобы вы ходили босиком по камешкам, по траве, по земле, по снегу. То есть имели контакт с топами, с непосредственно землей, непосредственно с живой материей. И тогда эта точка активируется. Очень благоприятно ходить таким энергичным шагом. Энергичность состоит не в быстроте шага, а в том, что когда стопа касается земли, мы немножечко сжимаем пальчики. Таким образом активируется точка Юн Цуань. Сжали и тут же пальчики расслабили. То есть получается такой как бы поршень, захватывающий энергию земли и расслабляющий, чтобы передать новую порцию энергии все выше, выше и выше. И очень полезно разминать эту биологически активную точку, чтобы канал работы с земными энергиями всегда функционировал хорошо. А так как мы не каждый день, мягко говоря, ходим по земле босиком, плюс носим узкую обувь, и на подошвах, которые не пропускают природные ионы, являются определенными диэлектриками, все это нарушает наши поля, как на физическом, так и на энергетическом уровне. И это проявляется в заблокированности Юн Цуань. Вы это можете почувствовать сами. Если сейчас можете, разуйтесь, положите стопу себе на бедро, принимите такую позу, чтобы вы увидели эту биологически активную точку, сожмите пальчики, увидите вот эту вот ямочку, и помассируйте ее. Для того, чтобы Юн Цуань хорошо работала, она должна быть безболезненна. Если у вас возникают неприятные, ломящие ощущения, какая-то отдача, либо вы чувствуете прямо в этом месте комок, это все говорит о заблокированности точки Юн Цуань. И необходимо хотя бы раз в день массировать эту биологически активную точку, пока она не станет мягкой и безболезненной. То есть это можно делать до результата. Оптимально это делать перед наступлением время активности канала почек, либо в первые минуты этой активности. Следующая биологическая активная точка, вторая, Жаньгу, переводится как Пылающая долина. И не зря китайцы ее так назвали, потому что она относится к элементу огня и расположена чуть кпереди и ниже бугорка ладьевидной кости. То есть, так как канал иньский, он выходит на внутреннюю поверхность. Помним, что инь – это внутренняя поверхность. И вот со стороны внутренней поверхности стопы чуть ближе к пятке, если у вас нормальный взъем, то есть вот если вы посмотрите, такая арка взъема получается. Вот надо немного отступить от высоты этого взъема и найти выступ. И в этом месте будет находиться эта точка Жаньгу. Она охлаждает пустой жар, успокаивает кровь и является специфической точкой при любом астеническом состоянии, то есть в том состоянии, когда у нас не хватает сил. Следующая биологически активная точка – третья. Она находится между внутренней лодыжкой и ахилловым сухожилием, как раз посередине. Эта точка называется Тай-Си – море света. Это точка Юань, связанная непосредственно с энергией одноименной. И она распределяет эту энергию по всем внутренним органам. В Китае считается, что наибольший эффект Тай-Си начинает оказывать после 40 лет. И это одна из так называемых женских точек. То есть, понятно, у мужчин она есть, она действует, но она не так актуальна, как для женщин. Для женщин эту точку называют еще точкой красоты и точкой молодости. Проработка ее восстанавливает гормональный фон и позволяет женщинам выглядеть моложе. Но, как вы понимаете, у всего есть своя цена. И эта цена – это расходование энергии Юань. Но, чтобы она не расходовалась избыточно, вам надо правильно питаться, находиться в экологически чистых условиях и быть эмоциональной, но в меру. Испытывайте положительные, вдохновляющие эмоции. И тогда эта точка не будет болезненной и в мочеполовой и сексуальной сфере не будет никаких проблем. А это все будет отражаться на хорошем лучистом цвете лица и в целом кожи и на вашем хорошем, замечательном настроении без эмоциональных перебоев. Следующая биологически активная точка четвертая. Это точка Ло. Называется Даджуане – большой колокол. Она располагается кпереди от прикрепления ахиллового сухожилия к пяточной кости. То есть это все находится с внутренней стороны. Находите ахиллового сухожилия и с внутренней стороны по нему следуете до соединения с пяточной костью. И вот в этом уголке, образованном ахилловым сухожилием и пяточной костью, и находится эта точка Р4 Даджуань. Она очень часто болезненная, потому что ахилловое сухожилие несет на себе очень большую, колоссальную нагрузку. За счет него мы поддерживаем вертикальное положение тела. И вся вот эта нагрузка приходится как раз к месту прикрепления ахилла к пяточной кости. И прорабатывая эту точку, мы влияем на очень-очень много параметров. Они все завязаны на вертикальное положение человека. Это влияет и на кровообращение, как в нижних конечностях, так и в целом в теле. Это влияет на состояние позвоночника. Это влияет на мозговое кровообращение. Это влияет даже на прикус наш, потому что в зависимости от того, как правильно стоит опора, то есть в каком состоянии наши стопы. Через некоторое время меняется прикус. Если поменять что-то в стопах, ну, например, вы взяли новую обувь. У обуви немного другая подошва, немного другой каблук, может быть платформа, либо по ширине обувь другая. Все эти моменты, они модифицируют стопу, изменяются различные положения костей, и это напряжение передается через ахилово сухожилие, и всю мышечную систему, по всему организму. И очень сложно предположить, где наступят изменения. Но по законам механики, максимум изменений будет происходить в самых удаленных точках. А самые удаленные точки от ахила, это, соответственно, область головы и область верхних конечностей. Вот все эти моменты можно снимать и облегчать посредством данной биологически активной точки. Но в первую очередь, конечно, надо убирать причину этих изменений, то есть то, что вы делаете со своими стопами. Следующая биологически активная точка пятая называется Шуй Цюань источник воды. Она располагается на один Цунь ниже Тай Си, то есть ниже уровня внутренней лодыжки. для ее активации ее надо придавливать к пяточной кости. Это противоболевая точка для всей системы почек. Она улучшает течение энергии по всему ходу как главного меридиана, так сухожильно-мышечного меридиана и всех многочисленных связей почек с другими внутренними органами. Специфическим действием точки Р5 является помощь при затрудненном мочеиспускании, даже в острых ситуациях. у женщин она применяется при скудных болезненных месячных ну и вообще различных болевых ощущениях, связанных с гормональным фоном. Следующая биологически активная точка седьмая фулю дополнительное течение. это тонизирующая точка на канал почек. Она расположена на два цуня над уровнем внутренней лодыжки. Она располагается по краю ахиллового сухожилия. В этом месте ахилловое сухожилие начинает переходить в икроножную мышцу. Это тоже достаточно болезненная биологически активная точка и она помогает четвертой точке. Их можно использовать в комбинации между собой. из специфических действий седьмой точек седьмой точки она обладает мочегонным действием, используется при глоукоме и при избыточном весе. следующая биологически активная точка десятая. Она располагается уже в области коленного сустава также с внутренней стороны. Располагается непосредственно у внутреннего края подколенной складки. если мы посмотрим на нее в разрезе на эту биологически активную точку, то она будет располагаться чуть кзади от внутреннего мышелка бедра. То есть основной ориентир это конец подколенной складки, но в этом месте надо найти выпирающую косточку и к этой части бедра и необходимо для массажа прижимать эту биологически активную точку. Она применяется как местная точка при судорогах и также это точка для восполнения инь. во всех случаях когда у нас инь в недостатке можно использовать эту точку. Это происходит по очень простой причине, что точка R10 она связана с элементом вода, а сами почки это тоже элемент вода, то есть это точка элемент в элементе, а вода это инь. Ну вот у кого-то очень болезненная точка, значит у вас есть блокировка на уровне инь, сильно на нее не давите, то есть вообще на точки в области складок надо аккуратно надавливать, потому что обычно там рядом проходят крупные кровеносные сосуды, и можно при грубой манипуляции вызвать их спазм. И вот точка R10 она восполняет инь и связана со всеми жидкостями нашего тела. И сейчас рассмотрим ШУ и МО точки. ШУ точки, как вы помните, находятся на первой линии канала мочевого пузыря и они отстоят на полтора цуня вот задней срединной линии точка V23 Шэньшу ШУ почек расположена в промежутке между вторым и третьим поясничным позвонком. Если у пациента или пациентки вы на глаз видите талию, то в большинстве случаев уровень талии при гармоничном телосложении как раз приходится на этот уровень. Точка МО отвечающая за инскую составляющую данного канала расположена на канале желчного пузыря и является его двадцать пятой точкой. Называется она Дзинмэнь Основные ворота. Это как раз тот иероглиф Дзин о котором я вам рассказывал в начале. То есть это ворота Дзин. вот этой тонкой энергетической субстанции, которая наполняет каждую систему и каждый орган, делая его жизнеспособным и не просто жизнеспособным, но желающим жить и развиваться. Когда мы наполнены Дзин, у нас есть желание жизни на всю катушку и мы его используем. Эта точка располагается у края, у свободного края двенадцатого ребра. Но у всех двенадцатое ребро оно очень разное. И справа и слева двенадцатое ребро может быть разных размеров. Одни школы говорят, что вот точно на конце двенадцатого ребра, другие указывают еще один дополнительный ориентир, что точка находится на пересечении уровня двенадцатого ребра с задней акселярной задней подмышечной линии. Для того, чтобы вам определиться, как лучше быть. На самом деле все люди разные и можно посмотреть оба этих варианта у одного и того же человека и посмотреть, какая точка наиболее ярко реагирует. Сильно не давите, то есть ищите ее потихонечку. Так как с энергией инь, так и с энергией дзин могут быть достаточно большие проблемы у человека, эти биологически активные точки достаточно болезненные. Поиск мо точки ВБ 25 лучше производить лежа на боку, либо лежа на животе. напомню вам еще раз ход ло канала, то есть это связи внутри элемента вода. Почки связаны с мочевым пузырем и соединяются через точку ло мочевого пузыря R4 с точкой юань канала мочевого пузыря V64. И это все относится к элементу вода. По системе Аюрведа почки относятся к ватадоши ватадоши и имеют время максимальной активности с 17 до 19 часов. По пульсовой диагностике канал почек относится к категории мужа. Пульсовая позиция расположена на левой руке в позиции Чи и связана с женой и женой канала почек является канал перикарда. Связь происходит через ло точку почек R4 в юань точку канала жены МЦ7. И теперь давайте посмотрим на весь ход канала почек. Канал почек начинается на подошве, переходит на внутреннюю сторону ступни, в районе внутренней лодыжки образуется вот такая петелечка, потом поднимается вверх по внутренней поверхности голени и бедра, пересекает паховую область, идет рядом с средней линией тела по животу, в области груди идет вдоль края грудины и заканчивается под ключицей в 27 точке. Сухожильно-мышечный канал на ноге повторяет это направление в области паха канал по промежности переходит к позвоночнику и соединяется сухожильно-мышечным каналом мочевого пузыря, то есть вся спина связана не только с каналом мочевого пузыря, но и с каналом почек. И сухожильно-мышечный канал, отвечающий за работу мышцы сухожилий, идет вверх и соединяется с затылочной костью и дальше дает веточки к уху. По внутренней поверхности канал поднялся до паха, назад отдал веточку, другая веточка повторяет наружный ход канала и дает ответвление к мо-точке. Вот здесь это показано, в этом месте находится. Дальше от мо-точки поднимается вверх. В районе последней 27-й точки начинается внутренний ход, который идет к языку. Помните, что язык он связан с работой сердца, канала сердца. И как раз канал сердца отдает веточку к языку. И в этом области эти две системы взаимодействуют и плюс идет внутренний ход к ушной раковине. Именно за счет этого внутреннего хода и обеспечивается связь слуха с данной энергетической системой. То есть вход достаточно разнообразный и имеется множество различных ответвлений к практически всем внутренним органам. я еще не видел ни одной схемы где бы все вот эти нюансы были отражены. Но пожалуй та что я вам показываю одна из самых полных. Зоны Захарина Геда проекционные рефлекторные зоны они связаны с пояснично-крестцовой областью и область охватывающая тазобедренный сустав это все зона мочеполовой системы с передней поверхности это область с двух сторон над крылом таза это все прямые рефлекторные зоны на почке и мочеполовую систему. на лице за канал почек отвечает наш подбородок и также отвечают наши ушки и небольшая округлая зона перед козелком уха это все проекционные зоны отвечающие за мочеполовую систему за энергию юань в том числе и от того насколько крепкие и эластичные наши уши зависит многие так скажем интеллектуальные и волевые качества если ухо сильно крепкое и сложно его сгибать чувствуете прям с каким-то таким напряжением это все происходит то такое бывает у очень упертых упрямых людей когда уши меняют свою твердость и становятся более мягкими это указывает на снижение иммунитета и ваша иммунная защита падает ради интереса просто понаблюдайте за собой потрогайте свою ушную раковину сейчас как в области мочки так в области хряща маленько погните ушную раковину и запомните это ощущение и проверяйте так скажем упругость и эластичность своих ушей раз в неделю и вы увидите что этот показатель это ощущение оно разное чем вы так скажем менее активно и хуже ваши защитные силы тем как бы более мягкое и менее эластичным становится ухо понаблюдайте да разница между правым и левым ухом существует левое ухо более показательно для мужчин правое ухо более показательно для женщин ну это вот такой основной момент ну и у детей в зависимости от пола надо смотреть на разные уши вот ну об этом я по-моему уже рассказывал в зимнем марафоне либо после него то есть у меня был вебинар по лицевой диагностике по Минсиан где я об этом рассказывал в подробностях просто в детском и подростковом возрасте уши это именно та область на которую надо обращать внимание и что мы можем сказать что у маль ну вообще уши непосредственно отвечают за первые 14 лет жизни и они разделены по 7 лет у мальчиков начинается отчет слева то есть первые 7 лет это левое ушко с 8 до 14 лет это правое ушко у девочек наоборот и еще левое ушко это папина ушко правое ушко это мамина иногда встречаются люди с очень разным типом ушей и по форме и по уровню прикрепления и интересно если обратите внимание на родителей этого человека вот уши ну если они разные по форме очень как бы ну говорят о том что уши у родителей тоже разные по типам вот также вот в чате спрашивают болит правое ухо что можно сделать ну во-первых посмотреть и сделать прохождение канала почек сначала слева то есть на как бы здоровой стороне потом на больной стороне и подумать ну в целом право-лево это мужской и женский вопрос вот подумайте какое напряжение отношений у вас было с женщинами то есть в чем может быть нестабильность по женскому вопросу именно у вас и проработать это на ментальном уровне так спрашивают а что значит если ушные дырки для сережек расширяются увеличиваются раньше у ребенка не было проблем с дырками ну как-то мне так сложно сказать что под этим имеется ввиду расширяются ну не носите пусть ребенок не носит это может быть сильно тяжелые сережки либо какой-то материал который не подходит данному человеку то есть это в любом случае реакция вот но и дополняют что как бы они рвутся это говорит о том что потеряна эластичность мочки но если это в стандартном месте делается то есть в любом случае это неблагоприятно для ношения сережек ну и вообще как бы я достаточно большой противник ношения сережек и прокола ушей до 14 лет потому что ну во-первых это то место где концентрируется энергия возраста его не надо прокалывать потому что этим мы наносим вред это первый момент второй момент что во многих культурах ношение сережек оно подразумевалось только в том случае когда девушка обретала все знания и была готова к замужеству то есть серьги они показывали то что женщина ну девушка точнее ищет себе мужа и она умеет все делать по дому по хозяйству и готова обеспечить уют в доме и вот это возникло в разных культурах в очень так скажем отличающихся друг от друга это связано с энергетикой и прокол ушной раковиной привлекает в жизни ребенка более взрослые энергии и на самом простом уровне так скажем у совсем маленьких детей они больше подвержены стрессу то есть они становятся более серьезны серьезными они теряют вот эту энергию детства подростки их так скажем ум после этого направлен на противоположный пол более сильно и с таким сексуальным акцентом то есть лучше этого не делать ну а в данном конкретном случае ну просто снять серьги и не использовать их если уж ребенок уже привык к ним и является таким модником то есть украшение для уха называется кафа очень красивое и оно не требует прокола ушной раковины то есть можете набрать в интернете и поискать вот я сейчас в чат пишу кафы используйте их ну и соответственно надо тестировать сам металл может быть не подходить металл из которого сделано украшение но кстати это вы даже можете сделать и по ведопульсу сделайте простой тест пусть ребенок снимет все украшения вообще все что есть на нем и желательно делать с утра это тогда будет более показательно вот ребенок проснулся там сходил в туалет попил водички лучше делать перед завтраком это и для взрослого можно делать эту же процедуру после этого вы делаете запись ведопульса записали потом даете в руку это украшение и просто пальчики сжимают маленечко прижимают к точке МЦ8 Лаогун то есть о ней я буду рассказывать в следующем вебинаре посвященной этому моменту этому меридиану вот и зажали таким образом можно сразу с двух сторон вы же серьги будете тестировать если тестируете чего-то другое то мужчины слева берут женщины справа и снова записываете данные ведопульса если параметры улучшаются то это говорит о том что это принципиально подходит человеку если параметры падают то это говорит о том что не подходит вот таким может быть тест вот тут у участницы семинара возникла сильная боль под левой лопаткой повернуться больно но Галина напишите что вы сделали такого чтобы вызвать эту боль но универсальный обезболивающей точкой является точка на ноге В60 Кунь-Лунь вот она находится вот сегодня я рассказывал про точку Р3 она находится с другой стороны то есть вы одновременно эти две точки зажимаете и массируете то есть это боль у вас с ночи ну во первых надо посмотреть на ведопульсе ровненько или там ЭКГ если там неровное ЭКГ то вам надо вызывать уже скорую помощь вот если там все спокойно то массируйте вот эти точки сейчас очень вообще в принципе неспокойное время с позиции энергетики электромагнитного поля вот буквально два дня назад было солнечное затмение через две недели от него будет лунное затмение они всегда идут в паре через две недели это закон природы такой вот а как раз между ними попадает осеннее равноденствие то есть этот промежуток очень насыщен событиями и изменениями в жизни и если есть внутренние проблемы они могут обостряться так что будьте внимательны к своему здоровью ну и так возвращаемся дальше к теме вебинара и осталось нам пройти канал почек и для начала мы запускаем малый небесный круг активируем третью точку на канале тонкой кишки и потом прохлопываем заднесрединный меридиан от крестца по голове по носу и до верхней губы после этого активируем переднесрединный меридиан через точку П7 включаем переднесрединный меридиан и прохлопываем от лона по переднесрединной линии до нижней губы таким образом мы запускаем малый небесный круг можно его повизуализировать после прохлопывания что энергия поднимается вверх доходит до области рта и потом по срединному пронизывающему каналу опускается вниз и дальше идет по передней поверхности таким образом рисуются вот такие асимметричные восьмерки при этом язык надо держать за зубами то есть касаться места соединения зубов и верхнего неба и далее начинаем прохлопывать канал мочевого пузыря по наружному ходу начинаем со стопы вот первую точку прям поразминайте пальцем а потом хорошенечко со звуком так интенсивно похлопайте то есть для точки первой можно применять такое мощное воздействие то есть вот по аналогии если похлопать сильно в ладоши чтобы был мощный звук сейчас я пару раз хлопну вот так интенсивно похлопать то есть вы чувствуете что в ладонях появляется такое покалывание вот так же надо похлопать ладонью по точке юньцуане чтобы почувствовать вот это покалывание в точке но если у вас покалывание в руке идет после трех энергичных ударов точка не реагирует значит она сильно забитая много по ней не хлопайте потом уже спокойным похлопыванием переходим на внутреннюю поверхность идем к внутренней лодыжке по внутренней поверхности голени и бедра хлопаем напоминаю таким образом чтобы кисть смещалась на ширину половины ладони таким образом проходим весь канал в том месте где чувствуется напряжение можно задержаться пощупать ткани промассировать биологически активные точки если в этом месте нету биологически активной точки стандартной но есть напряжение это говорит о том что здесь есть блок и там появилась временная точка с ней тоже можно поработать таким образом поднимаемся вверх в области паха хлопаем себя аккуратненько прохлопаем прохлопаем захватом передней срединной линии технически получается что ноги мы хлопаем справа и слева а область живота мы прохлопаем захватом обоих ветвей дальше аккуратненько прохлопаем себя по краю грудины можно это сделать кончиками пальчиков так как эта область высоко чувствительная и может хлопание повлиять на сердечный ритм у кого есть дисбаланс в этой области хлопайте очень мягко и так скажем с любовью и благодарностью и заканчиваете под ключицей на 27 биологически активной точке таким образом вы проходите все биологически активные точки и сейчас я вам скажу информацию какие точки будут открытыми весь сентябрь до 8 октября открыта как раз точка Юньцуань первая биологически активная точка очень хорошее время для ее проработки 18 сентября весь день будет более усиленно работать точка Р2 30 сентября будет более активной точка Р3 используйте это время проработайте эти биологически активные точки и наполнитесь энергией и более активной работой нашего тела на этом про канал почек я изложил всю информацию я желаю вам успехов в изучении и практике как традиционной китайской медицины так и юрведы с нашим любимым ведопульсом так поступил еще вопрос в чате возрастное снижение памяти это снижение функции почек да Валентина вы совершенно правы то есть это связано с функцией почек насколько я помню вы участвуете в проекте где моя энергия как я восполняю ци и в эту пятницу мы будем разбирать интеллект и различные методики в том числе улучшение памяти как непосредственные так и опосредованные так что приходите и вы узнаете очень многое и интересное и также напоминаю вам что у нас скорым временем на следующей неделе состоятся встречи без галстуков я отвечаю на ваши вопросы желательно подготовиться заранее я хочу чтобы вы присылали карточки с вопросами чтобы мы не просто теоретически отвечали на них но на конкретных примерах также отправляйте карточки с вашими успехами мы будем делиться ими если позволят технические моменты мы даже можем дать слово авторам карточек чтобы они рассказали свой опыт впечатление поделились со всеми пользователями но к сожалению это не всегда технически бывает возможно если это ну то есть вы должны представить карточку с описанием ее либо я озвучу либо вы сами озвучите так сейчас посмотрим спрашивает Галина куда вам задавать вопрос куда посылать карточки ну да вам уже написали ответ адрес на слайде вы видите электронную почту это наша стандартная почта тех поддержки пишите в нее если вам нужен ответ именно от меня то соответственно укажите что вопрос адресован именно мне любовь спрашивает что такое карточки но я имею ввиду карточки ведопульса вспомните обучение то есть как пересылать карточки где в каком месте их брать если у вас есть интересный случай но у вас возникают какие-то технические вопросы то обращайтесь по указанному электронному адресу в нашу службу поддержки но все кто проходил обучение и получал сертификаты эту информацию знают и вы кто забыл можете посмотреть обучающие ролики которые есть у нас на сайте и всегда вспомнить какие-то моменты на этом я заканчиваю наш вебинар всего вам доброго и до новых встреч до свидания